МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. В памяти спаленной Алы на будущем мемориале ведутся активные будовничные работы. Дякую медикам, выказать самые щирые словы, подтримать и допомогчить ухэтыня просты часы мкнуться тысячи жихару региона. Выкористать кожный погодливый день, аграры протягиваются в боку кукурузы. А зараза б гэтым иншым больше подробязна. Работы экономики, социальные сферы и аховы здоровья сё не обмерковывали у президента. Гэта нараданья простая. Во всех сенсах триматься на плыву приходится з улікам множества факторов, которые стали выникам эпидемии COVID-19. Закрытие межа, пауза в экономичных контактах с партнерами, работа властной экономике уже в новых умовах и боротьба за житьё. Словом, особливо, зараз треба различивать только на свои силы. На нараду Александр Лукашенко собрал не только у РАД, у губернаторов, але и у полноваженных керавника державы и помощников президента. Ситуация изменяется им гненно и потребует такой же реакции на местах. Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере на самое важное для людей товары и услуги. Ну смотрите, ответите за цены, особенно за товары первой необходимости и социально востребованные товары. И главное, мы должны обеспечить занятость, о которой я говорил. Надо стимулировать людей, чтобы они работали. Надо стимулировать малый бизнес, те же рестораны, чтобы они шли к людям, везли обеды на предприятия, не задирая цены, ибо никто не купит. Некоторые сидят, сложив руки, и чего-то ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять. Мы что, сегодня будем забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает, этого не будет. У Беларуси эпидситуации надается самая пильная увага от забеспечения насельництва и системы охоты здоровья с ротками застяроги до агульной ситуации с захворванием. Задейничана вся вертикаль улады. Мы не выключение. Коронавирус поуплывал на шматликие сферы. Тем не менее, на ватух этих непростых умовах додалі ключовые галіны країны. Будовництва, IT, древопрацовка, харчовая промысловость, фармацевтика. Але это не причины расслабляться. Президент потребует до Рада выканания основных экономичных показчиков. Будовництва мемориального комплекса у вёсцы Алла Светлогорского района уступает завершальную фазу. Помник спаленным вёском плануется открыть на початку наступного месяца. Сёння у Алле побывали наши корреспонденты. По документах вёска Алла вядома с 1795 года. Её назва утворилася от назвы мясцовой рычки – притока Бярызіны. Першая, на что звертаю увагу кожных, кто жадает рапецю гэты, окруженные лесом мястины – укладка асфальтового покрытия на дорозе, якая звязывая Аллу с трасой Жлобин-Светлогорск. Проехать тут можно было и раней, але не на кожной машине и только у сухой надворье. Непосредственно на территории самой былую вёске зараз працую каля 80 супрацовников Гомельского дома-будовничого комбината. Одначасово с завершением монтажу железобетонных конструкций я наведу тихо-працовку и офарбовку. До речи, огульная вага, вырабленных на комбинате бетонных конструкций, склала каля тысячи тонн. По сутности, мемориал у Алле – это память об усих мирных жихарах, які загинули подчас Великой Айчинной. Непосредственно у этой вёсцы 14-го студеня 1944 года карники расстреляли и спалили 1758 человек. У тымлику – 950 дятей. У той день тут хавалися жихары некальких вёсок сучасных Светлогорского и Жлобинского районов. У их память некальких годов тому мясцовые жихары усталевали крыш на месте спаленной хаты. У 2011-м при проведении пошуковых работ тут были изноедены рештки побудовы и сгоревшие останки человека. Теперь дорослые приносят сюды вянки, а дети – свои цацки. Тема захования историчной памяти и правды не страчивает актуальности. Тема военная актуальна всегда. Главное, чтобы общество сознательно относилось к этой теме, чтобы мы не забывали об этом. Мы не забываем трагедию войны, мы об этом говорим, оплащаем в камне, в мемориале. И, конечно, я думаю, что любой небез различный человек трагедии войны, проезжая мимо по трассе, может остановиться, буквально там повернуть 4 километра и проехать до мемориала. Сегодня на территории комплекса усталевали новый помник, загинувшим при вызволении этой территории 750 червоноармейцам. Его выработали с селомино на предприемстве «Литейный двор» у Минской области. Старая скульптура была бетонной. Ее усталевали больше, как 60 годов тому. За минулый час она пришла в такий стан, что уже не подлягала ремонту. Еще один немаловажный элемент композиции измонтированный в центре комплекса 9-метровый металличный крыш. Его вырабам занимались специалисты домобудовничного комбината. Будем работать все выходные праздничные дни и в первых числах мая объект будет закончен. С 29 числа еще добавим сюда людей, для того, чтобы выполнить благоустройство. Это финишная работа уже. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Яугин Макинка, телерадиокомпания, Гомель, Светлогорский район. Высокорентабельная и без перебольшивания стратегичная культура. Усе районы Гомельской области почали сяубу кукурузы. Под ее в регионе выделили рекордно великое площадь, амаль 350 тысяч гектаров. Миновата с кукурузой связаны невеликые корректировки у структуры поселных площадь. Як вядома, у опошних годы региструются повышенные температуры и недохоп хлебовой бельгати на протягу сего вегетацийного периоду. Тому первого года дадена засуха устойливой культуры кукурузе на силос для сбеспечения кормами пахалоуя живелы. В регионе цары цепалево посеяно на пятой часа дведенных площадь. Чекается, что 24 тысячи гектаров пойдет на сборжа и аж чекаля 50 под силос. По темпах сяубы у лидерах Мазырске, Нараулянске и Калинковицке районы. Усе работы необходимо завершить не позднее середины мая. Установы оховы здоровья Гомельской области сегодня отримали 2000 оховных костюмов от Федерации профсоюза в Беларуси. Их доставили у регион со столицы. Спецоденни размирковали помеж 8 больницами, 4 районными и 4 областным центром. А кроме того, профсоюзы протягивают оказание грошовой допомоги членам организации, які опынулись у тяжким материальным становища. Постань на сенье ей отримали 2300 человек. Областное объединение так само набыло для предприемства и установы региона антисептики и сродки индивидуальной оховы на сумму свыше 340 тысяч беларусских рублев. Федерация профсоюза в Беларуси развернула большую кампанию по помощи медицинским работникам медучреждений. И практически каждый день мы занимаемся... Наше начало рабочего дня начинается с помощи медработникам. И данную работу будем продолжать до тех пор, пока это будет требовать ситуации сегодняшнего времени. Одным из адресатов допомоги стала областная туберкулезная клиничная больница. Установа отримала 250 костюмов. По словах галовных урача, зараз медики забеспечены усими необходными сродками, дякуючи допомоги державных и громадских организаций, а так само инших спонсоров. Огромное спасибо за помощь, хочу сказать, Федерации профсоюзов Республики Беларусь за то, что предоставили нам костюмы для укомплектования и для работы наших сотрудников, которые работают на сегодняшний день с коронавирусной инфекцией. Но в целом, что могу сказать, что ситуация в нашем учреждении стабильная, управляемая, ну и по стране в целом, учитывая ту динамику, которая есть на сегодняшний день. Беларусские медики – соправдные герои нашего часа. Их профессионализм, отказность и стойкость духу ратуют житти и здоровье тысяч людей. Выказать подяку за их працу, подтримать и допомогчить, имкнуться люди разных профессий – правооховники, рабочие, артисты и бизнесмены. Працевники, адукации и наученцы региона – не выключение. Вы дарите здоровье пациентам? Ведь нет таких, кто б вовсе не болел. Лекарствами или с острым инструментом Вы боретесь за жизнь на всей земле. Хрональный вид озворот до медиков записали выхованцы Светлогорского Центра творчества детей и молодей Ювента. Установа, подрымливая у всех громадские инициативы, какие накераваны на допомогу супрацовникам аховы здоровья. Работая с ребятами, я увидел их рвение, их желание чем-нибудь и как-нибудь помочь. Поэтому с уверенностью могу сказать, что подрастающему поколению небезразлично будущее нашей страны. Установы эдукации региона не упускают махчимость сказать шире одякую сим, кто и днем, и ночью рызыкую житем для нас. У своих заворотах подлетки и дорослые означают, что нема у света профессии высокородней, чем медицинский супрацовник. Надеюсь, вы видите нашу поддержку. Мы вам очень гордимся. Они на передовой борьбе с коронавирусом. Мы верим в их профессионализм. Но важно поднимать медиков не только словом, но и справой. Коллектив гимназии номер 10 передал Гомельской туббольнице 25 апырсквальников для дезинфекции. Волонтерские отрады Дельвей из Гомельского аграрно-экономичного колледжа занимался сборкой охоуных экранов. Их передали медицинским установам города. А студентские правкам Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны запустил флешмоб «Усмехніся вачыма». Мета – звернуть увагу на важность ношения охоуных масок в этот час. Под эгидой Гомельского областного профсоюза працевников эдукации и науки усе навучальные установы в области включились в масштабную работу по профилактице коронавируса. Его материальную укладу о гульную справу позволил забеспечить педагогов и их подопечных необходимыми средствами обороны. В области областной нашей организации образования и науки создан фонд помощи. Только за 20 дней апреля из этого фонда помощи более 52 тысяч рублей уже было направлено на приобретение средств индивидуальной защиты и средств. Кроме этого мы продолжаем оказывать материальную помощь людям. Также за апрель эта помощь была оказана 710 работникам. Процелуники профсоюза працевников эдукации и науки закликают людей не заставаться обыяковыми и выказать свою подяку медикам. Я хочу выразить большую благодарность нашим медицинским работникам. На них сейчас лежит большая ответственность, но мы как можем их поддерживаем не только морально, но и материально. Низко кланяемся им за их такой беззаветный добросовестный труд. Хотелось бы выразить слова благодарности всем медицинским работникам, старшему и младшему медицинскому персоналу за то, что они борются в нынешней эпидемиологической ситуации со злым коронавирусом людям в этой нелегкой борьбе. В этой сложной ситуации появляет высокий профессионализм, выдержку, такт, понимание, пожелать им, их семьям, близким, чтобы они сами тоже не болели, чтобы эта ситуация благополучно разрешилась для всех нас. Миколай Скинсиан, Валер Гапанько, телерадоя компания Гомель. Министерство охоты здоровья закликает на великие выходные заставаться дома и не наведовать могилки. Это необходимо для того, как в дальнейшем не отримать росту захворвания. На думку медика, в могилке можно наведать и в инший час. Теперь в целом лучше обмежать контакты в первую чергу с пожилыми батьками. С рекомендациями медика солидарная и православная церкова. Уличиваючи складанную эпидемичную ситуацию, архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан закликает верников принять разумное решение, заставаться дома и молиться об родных и близких, которые сошли из жизни. Керавник епархии так само нагадывает, расповсюдженный звычай, приносить на могилки ежу и спиртные напои. Не з'является православной традицией. На жаль, не все же хары региона разумеют необходность обовязковой самоизоляции. Ее повинны притримливаться хворые на коронавирус, контакты першого и другого в зрою при наявности симптомов. Безотказное ставление до режиму, погрожая здоровью насельництва, тому справедливо карается законом. На 30 базовых величиня штрафовали жихара Рогачевского района за невыконание самоизоляции. Подчас визиту мобильной группы в дом порушальника высветлилось, что мужчина выехал по справах в Бабруйск. Аналогичная ситуация отбылася в Жлобине. Мясовый жихар самовольно покинул город, але сказал супрацовникам милиции обыконкам отзначают штрафы не з'являются метой. Головное это безопасность. Супрацовники комитета судовых экспертиз зазначили профессийное свято. Это добрая нагода, чтобы подвести выники и окреслить перспективы развития. За минулый год гомельские специалисты выконали около 42 тысяч экспертиз. Больше как полов из них медицинские. Регулярно проводятся химичные и криминалистичные. Об досягненях и планах на будущем доведалась Вероника Гамзюкова. Одним из самых важных нововведений в минулого года в Комитете судовых экспертиз называют дружелюбные детям покоя питание. Для неполнолетних, которые стали святками злочинством или потерпелами. Подобных покоев у структуры Комитета на территории Беларуси всего два. В Центральном аппарате и в Гомеле. Летость тут провели 19 гуторок. В этом годе 13. Правооховники складают спис питанию и передают психологу. Специалист знакомится с детьми наладживая контакт. Затым проходит гуторка, которая фиксуется на камеру. Эту запись передают следшим тим милиции. Если он пытается переключиться или устал, мы даем эту возможность. Бывает, что дети не сразу идут на контакт, потому что есть ситуации тяжелые, где требуется время, и никогда не можешь предугадать, не вполне осознал, что с ним произошло, и воспринимал эту ситуацию как игру, то все проходит значительно легче. Если ребенок уже понимает, что с ним случилось, и плюс возможно какие-то такие есть моменты воздействия со стороны эмоционально значимых лиц, я имею в виду родителей или близкие родственники, то тут может все пойти, конечно, труднее. Я счастлив ключевый напрямок работы установление сопровенности ВИН номера авто. У населинства этой экспертизы самая запотребованная. Только за три месяца этого года их проведено около 200. До речи, именно такое доследование допомогло раскрыти гучные справы с краденными авто. Трое гомельчан на протягу омаль трех годов перегоняли элитные машины из России и продавали их белорусам. Яны подрабляли не только по шпарты транспортных сродков, а и переваривали ВИН-нумары. Документы не адрознивались от оригинала. На их были малявничая волокна и оховная сетка. Но при глядзе эксперты усталявали невыразность колероперодач и особенных дробных элементов. Регулярно эксперты проводят химические эксперты. В этом допомогает сучасное обсталявание хромата масс-спектрометр. По управлении по Гомельской области у всего два такие аппараты. Еще один в Мазырском подразделении. Эксперты лабораторы круглосуточно находятся в боевой готовности. Супрацовников судэкспертизы могут выкликать на працу в любой час. Анализ проводится около 40 хвилин. После чего инициатор отримывает готовое заключение. Хотелось бы отметить, что многие наши эксперты повысили свою профессиональную подготовленность, получили высшие и наиболее высокие категории. Это отмечает их профессионализм. Достаточно сказать, что в прошлом году экспертами не допущено ни одного ошибочного либо измененного вывода. Это основной показатель качества нашей работы. Наш лозунг качества и оперативность. Мы следуем ему, соблюдая самый главный принцип объективности. В ближайший час в управлении комитета по Гомельской области появятся новые виды экспертиз лингвистичная и культурологичная. А у подразделений у Мазыры товарознавчая компьютерно-техничная пожара- и аутотехничная экспертизы. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания Гомель. Это и так и другие новины. Информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усего вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Работники Гомельской транспортной прокуратуры совместно с сотрудниками Гомельского отделения Беларусской железной дороги провели осмотр сооружений служебно-технических зданий на железнодорожных станциях, узлах, локомотивных и вагонных депо. В ходе рейда были выявлены нарушения. В рамках осмотра прокуроры посетили более 50 структурных подразделений Гомельского отделения Беларусской железной дороги, среди которых станции Гомель, Речица, Жлобин, Добруш. Провели мониторинги соблюдения норм о безопасности движений и эксплуатации железнодорожного транспорта, профилактики производственного и непроизводственного травматизма, охране природы, а также обеспеченности сотрудников антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты. По результатам мониторинга Гомельская транспортная прокуратура подготовила шесть актов надзора, исполнение которых взяла на контроль. Судебные эксперты приступили к проведению экспертизы по установлению личности двоих погибших в ДТП под веткой, где перевернулся и сгорел автомобиль. Как мы уже сообщали, в ночь с 20 на 21 апреля на 45-м километре автодороги Гомель-Ветка Чичерск-Ямная водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал в кювет, вырезался в дерево, отчего его автомобиль загорелся. Водители-пассажир скончались на месте происшествия, их тела сильно обгорели и непригодны для визуального опознания. По одной из версий, за рулем мог находиться владелец авто, 58-летний житель города Ветки. Граждан, которые могли стать очевидцами ДТП или располагают сведениями о погибших, следователи просят сообщить об этом по телефону, указанному на экране. В ходе проведения полевого контрольного мероприятия сотрудники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьера, который в обход запрета выловил 25 килограммов речной рыбы. В районе деревни Залесия Чечерского района в затоне реки Сош на озере Казенное инспекторы задержали жителя Чечерска, который использовал для промысла лодку и шесть рыболовных сетей. Их общая длина составила 131 метр. Вред, причиненный окружающей среде 246 базовых величин. Чечерским районным отделом Следственного комитета в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В Жлобинском районе сотрудники освода нашли утонувшего мужчину, который ушел на рыбалку, но домой так и не вернулся. В начале апреля на берегу Днепра были найдены вещи рыбака, а в воде затонувшая лодка. Однако 36-летнего сельчанина тогда отыскать так и не удалось. В конце прошлой недели в 10 километрах ниже по течению сотрудники освод нашли его тело. По факту гибели мужчины районный отдел Следственного комитета проводит необходимые процессуальные действия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Новообелийским районным отделом внутренних дел города Гомеля разыскивается человек, похитивший велосипед. Кража произошла в ночь с 8 на 9 апреля из подъезда многоэтажного дома по улице Жемчужная, 15. Если вы были свидетелем или узнали мужчину на видео, владеете информацией о его местонахождении, просим сообщить об этом по указанным на экране телефонам либо по номеру спецлинии 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В гандбольном первенстве страны состоялись очередные поединки после возобновления турнира. Действующий чемпион и лидер этого сезона БГК имени Мешкова без проблем переиграл Машеку со счетом 35-19. Гомель провел выездной матч с вице-чемпионом страны гандбольным СКА. Хозяева уверенно лидировали практически всю встречу. За 10 минут до окончания поединка гомельчане смогли выровнять счет. Выйти вперед не получилось. По итогам матча победа на стороне Минского СКА 33-27. Самыми результативными игроками Гомеля стали Дмитрий Смоликов и Сергей Орловский. На их счету по 8 мячей. Продолжаются и тренировки по фристайлу в Гомельском дворце водных видов спорта. Занятия проходят в штатном режиме. В учебном процессе значительных изменений нет, однако тренерский штаб в подготовку включил плавание. В это время обычно спортсмены готовятся к первенству Центра Олимпийского резерва и республиканскому турниру на призы Белорусской Федерации Фристайла, который проходит ежегодно в Минске. Соревнования были запланированы на апреле-начало мая и их перенесли. Даты проведения сообщат позже. Однако в связи с постановлением Министерства спорта и туризма первенства могут состояться не раньше июня. Теперь цель тренировочной работы сохранить форму. На сегодняшнюю ситуацию в принципе я бы не сказала, что что-то поменялось. Дети, как на протяжении года некоторые болели, они также болеют. Те, которые ходили, те ходят. В целом ситуация нормальная. Ну, я знаю, что национальная команда сейчас отдыхает, они в режиме отдыха, но у них в этот период и есть отдых. Чемпион вторых европейских игр по спортивной акробатике Артур Беляков проведет завтра онлайн-тренировку. В прямой трансляции можно подключиться на официальной интернет-площадке Гомельской городской организации БРСМ в 15.00. Во время эфира спортсмен расскажет, как проходит его тренировки и каким был путь к Олимпу, а также поделится профессиональными секретами. Кроме этого он покажет, как тренируется и предложит несколько упражнений для зрителей. Чемпионат Европы по академической гребле изначально он должен был пройти с 5 по 7 июня в Познане. Место сообщат позже. Крайний срок обозначения страны 31 июля. Также континентальный форум среди спортсменов до 23 лет состоится в немецком Дуисбурге с 5 по 6 сентября. А аналогичный старт среди атлетов до 19 лет 26-27 сентября примет Белград. Чемпионаты Европы по академической гребле возобновились в 2007 году. Белорусы входят в десятку сильнейших медального зачета. На счету у наших спортсменов 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.